Марина, привет! Благодарю тебя за то, что ты согласилась ответить на мои вопросы. Давай запишем сегодня классное интервью по теме строедения. Марина, расскажи, пожалуйста, о своем опыте строедения. Сколько времени ты уже на строедении и из чего стоит твой рацион сейчас? Привет, Кира! Мой путь по строедению, как бы это странно ни звучало, начался с моим увлечением в фитнес. Когда я хотела построить стройное, красиво подтянутое тело, я начала заниматься фитнесом и села на фитнес-диету. А что такое фитнес-диета? Это повышенное употребление белка и ограничение фруктов, а то и полное исключение фруктов из рациона. Причем белок мы берем не из растительной пищи, а из творога, мяса, рыбы, птицы, яиц и тому подобное. Я на самом деле эти продукты с детства не любила, никогда не ела. И когда человек долгое время употребляет то, что ему не нравится, то за этим следуют срывы. А это, в свою очередь, формирует пищевую зависимость. И вот в какой-то момент я настолько устала от этого круговорота, диета-срывы, диеты-срывы, что я поняла, что надо что-то менять, как-то подстраивать свой рацион под себя, иначе ни к чему хорошему это просто не приведет. И я начала искать какие-то веганские группы, наблюдать, чем питаются они, потому что у них этого животного, белка, ну его там нет. И вот начала искать ВКонтакте группы по веганству, искать какие-то рецепты и тому подобное. И вот в одной из таких групп я наткнулась на группу по сыроедению. Ну, посмотрев на все это, я сначала, конечно, удивилась, но ни в коем разе не подумала, что это какие-то сектанты, там какие-то сумасшедшие люди и тому подобное. Я начала искать какую-то соответствующую литературу на эту тему, изучать их режим питания. Причем, чем больше я читала, тем больше я понимала, что все настолько доступно, понятно и логично там описано, что не поверить в это просто невозможно. Я стала применять это на себе. Стала переходить на сыроедение, причем приходила довольно резко. Я убрала вообще все продукты из рациона, кроме фруктов, овощей, орехов, сухофруктов. Оставила какой-то себе один веганский прием пищи, это какая-то каша, там, крупы какие-то. Но потом это тоже со временем все ушло. Причем изначально, когда я только начинала, я не понимала, что мне надо есть, когда мне надо есть. То есть я как человек, привыкший питаться по системе, по режиму, я не знала, как вообще, из чего построить мне свой рацион. Я, например, знала, что на своем обычном питании, что бананы, виноград, их ешь в первой половине дня, а после 4 часов вообще исключаешь полностью углеводы. И то есть когда я приходила в магазин, как бы я подходила к стеллажам с фруктами и овощами, я набирала полную корзину, я не знала, что я буду есть, когда я буду есть. И по итогу все это лежало у меня дома, либо это догнивало, либо это в срочном порядке съедалось. То есть как такового рациона выстроенного не было. Но по стечении времени, у меня это, например, случилось где-то неделю через 3, после моего перехода на сыроедение, то есть я уже конкретно знала, когда эти продукты все уже тебе приедаются, и ты уже знаешь, что тебе все это можно, можно в любое время, в любом количестве, то ты уже начинаешь формировать свой рацион под себя. То есть ты уже четко знаешь, что на завтрак ты хочешь одно, на обед другое, на ужин третий. На данный момент сейчас вот лето, и мой рацион строится, естественно, из сезонных фруктов и овощей. Зимой, конечно же, это больше уже овощи, какие-то овощные салаты, орехи, сухофрукты, но тоже реже. Марина, а были ли у тебя психологические проблемы при переходе на сыроедение? Расскажи, пожалуйста, подробнее. Да, такие проблемы, конечно же, были. Причем в первую очередь это проблемы нашего общества, которое на тебя начинает очень сильно давить. Изначально, когда ты приходишь на сыроедение, тебе, естественно, вот у начинающих советов есть такая фишка, тебе хочется со всеми этим поделиться. Ты начинаешь всех доставать, ко всем подходить, рассказывать, что посмотри, как это здорово, может быть, ты тоже попробуешь. Но общество воспринимает тебя в штыки. Они начинают на тебя давить, говорить, да посмотри на себя, да это ты ненормальный, а мы нормальные, что это неправильно, твои коллеги по работе, друзья, родители говорят о том, что этот рацион, он не является нашим рационом как таковым. И вот эта давка, она немножко сбивает тебя с пути сыроедения. Поэтому если ты начал сыроедить, то лучше вообще об этом никому ничего не говорить. Потом еще есть такая проблема, как я не смогу, не смогу перейти. Но у меня такой проблемы не было, потому что если смог один человек, то сможет второй, третий, четвертый. И ничего в этом сложного нет, никто у вас продукты не отбирает. И вы всегда можете в любой момент вернуться на свой стандартный режим питания. Рада ли ты своему переходу на сыроедение? Какие изменения произошли в твоем организме? Да, конечно, я очень рада. Причем я могу сказать, что на сыроедение я перехожу уже не первый раз. Первый раз на самом деле у меня был очень неудачным, потому что я также переходила резко. И все начиналось с того, что у меня был какой-то нескончаемый жор, как это бывает тоже у сыроедов-новичков, потому что сырые продукты, они не насыщают, и ты не можешь пока подстроить себя под это питание. Но впоследствии, начитавшись умных книжек, я перешла на голодание. Причем голодала неправильно, как я сейчас-то уже понимаю. Потеряла вес. У меня начались проблемы со здоровьем. У меня стали выпадать волосы, слоиться ногти. Причем это не две-три волосинки, а вот конкретно прям клоками вытаскивала. И я очень сильно испугалась за свое здоровье и вернулась к обычному своему прописанному режиму питания. По часам, с белком и так далее, и тому подобное. И потом, наверное, в течение года я пыталась перейти на сродение снова, но меня останавливали вот эти самые проблемы. Очень боялась, что все это повторится. Но в моей жизни появился человек, который мне помог, скажем так, смотивировал меня. И по итогу, да, я перешла окончательно, чему очень рада. То состояние, которое испытываешь на сродении, ну, как бы, мне кажется, это надо просто попробовать и понять. Причем отсыроедить не просто там месяц-два, а именно какое-то длительное время, когда ты понимаешь, что у тебя полно энергии. То есть, когда ты употребляешь белок, ну, вот лично у меня так было, то у тебя такое состояние достаточно апатичное. То есть, ты приходишь домой, ты не хочешь ничего делать, тебе хочется вот лежать на диване, там, ничем не заниматься. Живешь как овощ, наверное. Ну, это в моем случае, я не говорю за всех. А когда я пришла на сродению, у тебя начинается просто куча нескончаемой энергии, тебе хочется чем-то заниматься, что-то делать постоянно. Во-первых, я перестала много спать. Раньше я спала по 8 и более часов, сейчас мне хватает 4-5 часов, а иногда, бывает, даже сутками не сплю, и это совершенно нормально. Нет никакой усталости, никакой сомнливости и тому подобное. Поэтому, чтобы понять, что испытывает человек, перейдя на это питание, ну, это просто надо попробовать. Марина, а как, на твой взгляд, правильно сочетать продукт на сыроедении и можно ли употреблять сухофрукты? Честно скажу, что как правильно сочетать продукты, я не знаю. Я знаю какие-то общие правила, такие, как, допустим, нельзя совмещать фрукты с орехами или мешать там несколько фруктов за раз. Но, честно, я этим правилам не следую. Я гурман, и я люблю посещать всякие сыроедные магазинчики, ресторанчики, кафешки. Естественно, никто не будет тебе нарезать там 1-2 фрукта, преподносить или 1-2 овоща. Там идет полная мешанина. Но в любом случае, я считаю, что это намного полезнее, чем употреблять традиционную еду, которая состоит там из жира, масла, сыра и тому подобное. А по поводу сухофрутов, хочу сказать, что если девушка выбрала для себя сыроедение как метод похудения, то увлекаться им, естественно, не стоит. Просто, как бы, изначально я тоже начинала с того, что употребляла очень много сухофруктов, мешая их с орешками. И качество фигуры, на самом деле, меняется в не лучшую сторону. Поэтому, если девушка пришла к сыроедению как к методу похудения, то в конечном итоге она просто может разочароваться в этом всем, плюнуть, сказать, что сыроедение – это полная ерунда, и оно мне не помогает. И в дальнейшем вернуться к своему традиционному питанию. Поэтому, если вам очень нравится употреблять сухофрукты, то лучше, конечно, в ограниченном количестве и лучше их перенести на утреннее время, ну, либо не употреблять вообще. А вот и распространенный вопрос. Марина, как, на твой взгляд, выжить сыроеду в городских условиях, в условиях холодного климата? На самом деле, в городских условиях выжить сыроеду очень просто. Если вы собираетесь отдохнуть где-то с друзьями и боитесь, что вы будете ущемлять себе в питании, то бояться этого не стоит. Потому что сейчас в любом ресторанчике, в любой кафешке, куда бы вы ни пришли, всегда в меню имеются овощные салаты, овощные нарезки, фруктовые салаты, фруктовые корзины, какие-то свежевыжатые соки. То есть даже если вы пришли и этого нет, вот, например, мы часто любим отдыхать в пригороде, и в наших ресторанах почему-то такого не подают, то вы всегда можете попросить официанта убрать какой-то один там ненужный вам ингредиент из салата. Допустим, как было у меня, мы пришли, не было никакой вот такой сыроедной еды, и я заказывала себе греческий салат и просила убрать оттуда сыр. Или, допустим, заказывала там салат с креветками, просила убрать оттуда креветки, и получился тот же самый овощной салат. А по поводу холодного климата, ну, я могу сказать для себя, что для себя я все-таки оставила один горячий прием пищи, это овощи на пару. Но не потому, что мне их хочется, а потому, что зимой все-таки тянет на горячую какую-то пищу. Мне вот так легче. В любом случае я считаю, что это намного полезнее. Я выбрала для себя менее безвредный вариант. И мне это помогает не срываться. Марина, и напоследок, твой самый любимый рецепт сыроедческий для тех, кто только переходит на сыроедение. Поделись, пожалуйста. Таких рецептов у меня на самом деле два, которые я ем практически ежедневно. Первый рецепт, это я ем на завтрак, я делаю замороженные бананы, перетираю в блендере с любыми ягодами, черника, малина, ежевика, клубника, что угодно. Туда нарезаются свежие ягоды. Иногда кидаю сухофрукты, но тоже реже. И получается достаточно вкусное мороженое. И ничуть не хуже магазинного. А на ужин я люблю делать себе салат. Он состоит из рукколы, клубники, авокадо, мини-перцев, масла, травки, специи. Ну, на ваш выбор любые. У всех они разные. И тоже получается достаточно вкусно. А на самом деле, я считаю, я как бы не из-за монодиеты, как предпочитают многие сыроеды, говоря о том, что не стоит делать этой мешанинной продуктой. И вообще, я считаю, что чем разнообразнее рацион сыроеда, тем вероятнее, что вы не сорветесь и не продолжите дальше питаться обычной субъектной пищей. Огромное тебе спасибо, что поделилась. У нас получилось с тобой классное, интересное и полезное интервью. Будем ждать тебя в следующих выпусках. До новых встреч. Пока.